Теперь уведомления о назначении дела к слушанию можно отправлять по электронному адресу или сотовой связи. Какие еще изменения и дополнения внесены в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по совершенствованию операционного касационного порядка и насколько упрощен процесс рассмотрения дела в следующем материале. Закон вступил в силу с 1 июля этого года, но вшись по закону немало. Если раньше граждан и юридических лиц о назначении дела к слушанию уведомляли только через телеграмму или письмо, то в настоящее время уведомления можно отправить не только по месту жительства, но и по электронному адресу или же сотовую связь. Если граждане, юридические лица, они изменяют место жительства, то они обязаны известить об этом суд. О том, что, например, он изменил номер сотового телефона или же изменил электронный абонентский номер. Согласно статье 344 Гражданского процессуального кодекса РК, раньше частные жалобы на определение постановления судов первой инстанции подавались через областной суд, что было очень неудобно, поскольку до рассмотрения дела проходило определенное время. В настоящее время частные жалобы подаются через районные суды и в течение 15 дней. Раньше был срок в течение 10 дней. Также судья апелляционного суда рассказала и о других немаловажных изменениях, что, в свою очередь, говорит подогоз Иералиева, упростит рассмотрение дела. Согласно статье 383 Прим. 4 части 1 ГПК Гражданского процессуального кодекса РК на постановление апелляционной инстанции, на решение судов первой инстанции и также апелляционной инстанции на определение апелляционной инстанции подаются кассационные жалобы в течение 6-7 месяцев со дня вступления в законную силу решения, постановления и определения. Ванышел Карбекул, Расгабацев, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.